Где инсайды? Да сейчас я подожду. Не, я не буду, как там предыдущий человек говорил, вбрасывать что-то новое. Я просто отвечу на то, что было сказано. Вот и всё. Но немного подробнее, как бы, да, и то, как это вижу я, например. Вот, ты плакал, когда сейчас? Нет, сейчас я не плакал. Но в одно время приходилось даже плакать, ребят. Да, приходилось плакать. Я плакал. Помню, у меня был такой период, даже, что до слёз, как бы, вот, доводила меня вот эта ситуация вся. Вот, вы помните, наверное, моё состояние в одно время. Помните, да, как мне было хуёво, например? Ну, вы и сами это замечали. Ну, это было ещё примерно месяц назад. Я ещё тогда говорил, да, ребят, мне вот там последние две недели вообще пиздец. И мне был вообще пиздец. На мне лица не было, я был просто мёртв, нахуй. Вот, чтобы вы понимали, насколько мне было хуёво. Я реально, я просто стримил из последних сил, выдавливаясь в последние вот эти вот позитивные эмоции, блядь. Вырубал стрим, и всё. И у меня, нахуй, я и шёл плакать. Я серьёзно говорю. То есть, настолько мне было всё это неприятно, хуёво, блядь, и больно. Вот, поэтому, ну, как бы, человек, который потом сидит и говорит, что да вообще нихуя не было, вообще всё несерьёзно, блядь. Вообще говно ебаное, блядь. Ну, типа, на самом деле, так-то немного неприятно это слышать. Ну, да ладно, похуй. Дед Инсайт, тот самый настоящий Дед Инсайт. Сейчас немного о другом поговорим. Я то, что тебе записал, как говорится, блядь, некоторые моменты, вот, на которые стоит ответить. Блядь, как бы не спиздануть чего-то ещё такого, вот. Вроде как человек не пожелал что-то. Типа, личное должно оставаться личным, правильно, да? Правильно же? Ну, всё. Значит, личное остаётся личным, хорошо. Эээ, окей. Спизданёшь. Ну, блядь, спиздану и спиздану. Так, чё там у нас получается? Я понимаю, кстати, многие сейчас вообще не в курсе, чё случилось. Я уже вижу, типа, пишут, что такое? Что такое, блядь, что такое? Ребят, я не знаю, как вам объяснить. Вот, я серьёзно не знаю, как вам объяснить, кто не в курсе. То есть, ну, это тяжело объяснить вот так вот просто. Это не объяснить пятью минутами, а рассказывать в подробностях, блядь, я так не хочу. Я так не хочу. Поэтому то, что я сейчас буду говорить, это для тех людей, кто в курсе просто. Вот, кто сейчас там вот это всё там слушал, слышал. Ага. А потом, я думаю, тем, кому надо, тот сам, ну, поймёт и разберётся, чё за хуйня. Давай вкратце. Ребят, не могу я вкратце. Дайте я музыку включу на фон. Чтоб мне как-то поспокойнее было. Это Слава Мерлоу. Да, ребят, я включил стрим, чтобы в итоге признаться. Я Слава Мерлоу. И я встречался с Гаечкой. Добро пожаловать. Блядь, ебать мой хуй, ты чё, долбою в шликунчине? Хотя, наверное, тут в этом случае стоит включить на фон что-то драматическое, грустное. Вот, хотя она-то, конечно, не считает и отрицает это, да. Ну, как бы тут, наверное, зависит от человека и то, кто как на это смотрит. Но, тем не менее, да, вот она говорит, да, мы поцеловались. Ну, ребят, мы ещё и спали вместе. Ну, как, не занимались вот этими вещами? Вот. Это было в последнее время, имеется в виду, да. То есть она у меня оставалась на ночь. Мы вместе спали, обнимались, целовались. То есть, если для человека это ничего не значит, это, типа, рофл и это просто по дружбе. Ну, ладно, окей тогда. Вот. А то, что было сделано для человека за последние полгода, за последние полгода, я всё для неё делал, блядь, всё, абсолютно во всём помогал. Вот. И как она ещё говорит, это же было взаимно, да, то есть симпатия была. Соответственно, что это тогда? Объясните мне, что это тогда? Неужели это, ну, считается дружбой? Типа, так люди дружат, что ли? Или что? Типа, я не совсем понимаю, поэтому вот эту предъяву я не понял. Типа, мы не встречались. Чё нахуй? Серьёзно, блядь? Жи, ну, типа, блядь, всё нормально с головой вообще. Вот эту хуйню я не понял. И мне, как бы, конечно, это неприятно слышать. Вот. Ну, вы как считаете? Это можно назвать дружбой? Я считаю, что это нихуя не дружба. Вот. Поэтому, может быть, да, моя вина в данном случае, наверное, заключается в том, что я не сказал напрямую. Но я думал, что человек и так всё понимает. Плюс я, как... Я привык, что, понимаете, на словах это хуйня. Типа, говорить слова, это, ну, хуйня ебаная. Я считаю, что нужно показывать, там, любовь и всё остальное поступками. И я это делал поступками, как бы, да, а не просто на словах. Типа, говорить, а нихуя не делать, типа, нахуя. Вот. И, ну, блядь, ну, типа, блядь. Причём, это даже понимали люди, которые вообще были не в курсе. Блядь, аудитория, вы. Вы и так это всё видели. Это ж было очевидно. Для всех, блядь. Кто даже, ну, нас не знал в реальной жизни. А что там говорить про людей в складе? Ну, ёбаны в рот. Вы ебанутые? Ну, не вы, а точнее, ну. Что, блядь? Чего, блядь? Чего, блядь? Я не хочу сейчас рассказывать причины, по которым у нас случился конфликт. Потому что, как она сказала, вы посмеётесь. И вы реально будете смеяться. Потому что по такой хуйне случился вот этот так называемый наш конфликт. И, поверьте, не по моей, скажем так, инициативе. Такая хуйня. Там, ну, реально детская залупа. Просто детская залупа, блядь. Просто пиздец. Именно поэтому мне было настолько хуёво. И целый месяц, чтобы вы понимали, блядь. Просто пиздец. Ну, то есть, ну, я не знаю. Что тут ещё добавить? Ну, типа, блядь. Хуйня, ебаная. Вот. И сейчас. Вот, я всё вижу вот это, наблюдаю. Честно, не хотел я всё это рассказывать, как я уже сказал. Не хотел. Вообще, вообще. То есть, я просто сидел, молчал. Ничего нигде не вбрасывал, не вкидывал. Ну, нахуй оно мне нужно было. Был момент, когда я немного вспылил, скажем так. Бомбанул. Когда мне скидывали клипы там со стрима Гайки. Я сказал, типа, не надо мне эту пиздёш её скидывать. Ну, да, у меня сгорело. Учитывая, как мне было хуёво. Да, у меня сгорело жопа. И я, скажем так, вкинул. Ну, это было неосознанно. Я не специально. Просто потому, что у меня, блядь, жопа сгорела. Вот. Потому, что мне больно, блядь. И когда она там начинает как-то оправдываться. А потом мне ещё клипы скидывают. Ну, мне пиздец. Ну, типа, и всё. А так я просто, ну, я молчал. Ну, на публику имеется в виду. Молчал, я никому ничего не рассказывал. Да, я рассказывал о ситуации там людям из сквада. Понятное дело, блядь. Ну, мы же как бы там общаемся. У нас как бы там... Мы дружим с людьми. У нас они пересекаются. Общие знакомые. Общие друзья. Люди задают вопрос, блядь. Почему я, например, не хочу видеть. Я людям объясняю причины. Это же нормально объяснять людям причины. Правильно, да? Почему это происходит? Почему я не должен об этом рассказывать? Я считаю, что, ну, мои друзья там, близкие люди, должны об этом знать. И это правильно. Потом она там утверждала. Зачем? Там, третьим лицам знать о личном. Нашим личным. Ну, когда, блядь, у нас происходит какая-то ебаная хуйня, которую она не понимает, блядь. Я ей пытался объяснить, как бы, она вот... У неё есть позиция, вот я так считаю. И происходит просто неадекватная хуйня. Я считаю, что третий человек со стороны может помочь разобраться людям в ситуации. Если они вдвоём не могут это сделать. Тем более, когда Татьяна, ну, она же не чужой человек. Ей она кто там? На тот момент там лучшая подруга, как она говорила. Для меня она тоже друг, блядь. Как бы я там ни говорил, что я с девочками не дружу. Вот. И не вижу ничего плохого рассказать, поделиться проблемой с человеком, ну, которому я доверяю и она доверяет. Но, да, в итоге всё вот так вот сейчас вот вылилось. Потому что, блядь, ну, тут не только Татьяна, да, вбрасывала. Ей гаечка тоже хуйню делала, поверьте, ну, неадекватную. И, соответственно, и что в итоге? К чему мы в итоге пришли сейчас? К чему, блядь, в итоге пришли? Я не считаю эту проблемой рассказать ещё кому-то. Тем не менее, она утверждает, что третьим лицам нельзя ничего рассказывать. Рассказала всё ЖОЖО. ЖОЖО, блядь, можно сказать, своему бывшему парню. Ну, в кавычках, я не знаю, не в кавычках. Я считаю, что это, ну, куда хуже, блядь. Как она говорит, я это сделала, потому что вот на публику уже всё там было рассказано. Что было рассказано? Люди только сегодня всё узнали. Вы имеете в виду. Как публика, только сегодня всё узнали. Вы, блядь, вообще не в курсе ведь были. Только сегодня вы всё узнали. А ЖОЖО рассказывать такие подробности, это вообще пиздец. А мне доказывало, что она с ним не общается, типа. А в итоге получается вообще вот такая хуйня сейчас. И я выхуел. Я не охуел, я выхуел, когда узнал об этом. Ну, типа, серьёзно? Чё, блядь? И, короче, чё там ещё-то, блядь, было? Короче, да, она сказала, что на стримах форсились подробности. Какие подробности на стриме форсились? Ну, с моей стороны вообще ничего не было. Один раз бомбанул, да, там вкинул. Ну, можно сказать, вбросил. Но я это вбросом не считаю. Всё. И всё, блядь. То, что там Татьяна... Ну, я за неё не могу же отвечать, за Татьяну. Мне что, её контролировать надо? Как бы, в чём проблема? Так, вот мне ЖОЖО пишет. Вы мне перевер рассказали про всё и сделали меня перевер... Нет, ЖОЖО, у меня к тебе никаких претензий нет. Успокойся. Я вообще про тебя ничего не говорю. Понятное дело, что мы тебе рассказали. Но это же было лично тебе, правильно, да? Одно дело, когда мы с тобой делимся информацией. А другое дело, когда с тобой делится информация, блядь... Девушка, с которой ты встречался. Она... Типа, зачем она тебе всё это рассказывала? Вот этого я немного не понимаю. Вот, потому что, ну, как бы, вот. Поэтому у меня к ЖОЖО есть ничего... Ну, вообще никаких предъяв нет. Абсолютно. Я, наоборот, ему благодарен, что он там меня поддерживает. Вот. Спасибо ему за это. Ясно, пиздерство. Ну, да, я, 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 пиздастрадалец. Да, это я, да, это я. Это я, ебать. Ну, и... Я же тоже человек, понимаете? У меня есть сердце. У меня есть душа. Я могу чувствовать. Я же не ебаный робот. Я же не ебаный робот, правильно? Типа, мне забавно то, что люди предъявляют, типа... Ну, ты чё, нахуй, тебе уж сколько лет? И что, блядь? И чё, я не человек, что ли? Я ебаный робот теперь, или что? Чё за хуйня? Вы меня за кого, блядь, держите-то? Ебаный сука род. Фу, блядь. Окей, идём дальше. Так, на бабки она мне, если чё, не кидала. Там какой-то вброс пошёл, она мне якобы на бабки кинула. Какие бабки, я так и не понял. Чё она мне на... Ну, не кидала она меня на бабки. Теперь вы чё, нахуй, выдумываете? Какие бабки, блядь? Я, если что, ну, как бы абсолютно не жалею о том, что я там для неё делал. Наоборот, я только... Я это делал от чистого сердца, и просто потому, что мне хотелось это делать. Вот. Там какие-то, может, там, не знаю, подарки. Мне похуй. Это... Я об этом не жалею абсолютно. Вот, абсолютно. Типа, если что, никаких претензий нет. Так. Чё дальше? А, она говорит, вот если бы вы узнали подробности, вы бы посмеялись. Я тоже вроде отвечал. Ну да, вы бы посмеялись, ребят. Реально там, реально смешно. Вот. Но подробностей не будет, раз она не хочет. Окей, ну, типа, захочет. Я, конечно, бы рассказал. Вот. Но, например, вот все участники сквада... Вот вчера мы были у меня на базе с 89-м. И... Опять началась вот эта вот фигня, короче говоря, разговоры об этом. Но я решил, что окей. Я всё расскажу. Ну, я и так всем рассказал. Но были ещё люди, которые не знали. Я собрал всех в комнате там у себя в спальне. И всё в подробностях, скажем так, рассказал. Просто она, я так понимаю, Даша, возможно, думает, что я тут не договариваю чё-то людям. Если что, вообще всё полностью рассказываю. Вот. В подробностях. Выгла ты ебаная. И меня люди поддержали, если что. То есть, ну, как бы... Что ещё вам ответить? Чё там ещё было? Так. Она говорила о проблемах в её жизни. Надежда, да. Тут как тут. О проблемах в её жизни я не в курсе, что именно там. Ну, частично не в курсе, да. Но если что, это не относится, скажем так, к этой ситуации. Вот. Несмотря на то, что вот у нас с ней такой, можно сказать, конфликт. Вот. И, ну, такая вот ситуация. Я, несмотря на всё это, ну, предлагал ей свою помощь. То есть, я написал вот недавно, когда она там у себя на канале написала, что у неё там пиздец. Я говорю, чё там, расскажи. Может, тебе помощь нужна там вся хуйня. То есть, я абсолютно, как бы, знаете, я добрый человек. Я никому ничего плохого не делаю и не хочу. Но, тем не менее, человек сказал, иди нахуй. То есть, не прямо иди нахуй. Окей. Это я перебрал. Но это, ну, скажем, в кавычках. Выгла, ты еб... Сказал, она мне ничего не скажет. Типа, она от меня ничего не хочет слышать. Просто потому, что я якобы что-то там вбрасывал. А я ничего не вбрасывал, блядь. Ещё раз повторяю. Потому что у меня сгорел, эээ... Сгорел жопа. Ну, блядь. Обсудили. Блядь, ребят, я с ней всё обсуждал. Она это прекрасно знает. Я всё с ней обсуждал. Блядь, месяц. Я пытался до человека достучаться. Месяц. Месяц, блядь. Месяц. А человек меня просто избегать начал. Просто вот избегает меня везде и всюду. Я говорю, давай встретимся, переговорим. Ну, надо. Угадайте, за месяц хоть раз это произошло. Нет. Ни разу. А, первые полмесяца я вообще не понимал, что происходит. То есть она просто такая хуяк и исчезает. Ну, типа, отворачивается от меня. Я такой, типа, чё, блядь, случилось? Я, чё, чё, блядь? Чё за хуйня? А потом она мне уже только рассказала. Спустя какое-то время. А я тут сижу, блядь, вообще не понимаю. Мне хуёво. Я ничего не понимаю, блядь. Только уже потом она мне рассказывает. Не буду рассказывать подробности. Пока. Пока не буду рассказывать подробностей. А когда я узнал эти подробности, причины, я вообще, я не знаю. У меня, нахуй, глаза вот так вот вывалились. Я думаю, чё, серьёзно? Это является причиной для того, чтобы перечеркнуть всё, что было? Вот это вот хуйня является причиной. Она на стриме сегодня говорила, что якобы её не обижают подъёбы Вовы. Типа, то, как он подъёбывает иногда. Она утверждает, что якобы её это не обижает. Но при этом, одна из причин, почему она перестала со мной общаться, это подъёбы Вовы. Вы спросите, в смысле, при чём тут Вова? Ну, Вова иногда любил, знаете, нас подъебать вместе, когда мы были с ней. Подъебать, типа, ну чё там это? Ну, типа, чё? Чё? Ес. Ес. Ну, типа, чё там, потрахались, да? Ну, чё вот там это самое? Ну, всё это, да? Вот. И ей, якобы, это не нравилось. И это одна из причин, почему она решила всё перечеркнуть. Потому что ей не нравились подъёбы Вовы. Я такой, типа, ебать, ты чё, ебанутая, блядь? Это проблема, которую можно решить за минуту. Достаточно с Вовой поговорить. А потом она на стриме говорит, что якобы её, ну, не задевают её подъёбы. Да как не задевают, если, блядь, может сказать, это одна из причин, если что, это не основная. Это просто одна из причин, как бы, их там на самом деле несколько. Вот. И я такой, ебать, охуеть, пиздец, причина-то, блядь, какая. Это вообще пиздец. Поэтому, ну, хуй его знает. Так, чё дальше-то? Про третье лицо я сказал. Потом чё ещё? А, она говорила, типа, в скваде всем похуй, там, чё, на эту ситуацию. Да нет, не похуй, люди интересуются, люди задают вопросы. Им нет, им не похуй. Так. Вопросы есть какие-то? Чё ещё-то, блядь? Я не знаю, может, чё-то забыл, на что-то ответить забыл. Всё, закрывай тему, дед. Не знаю, мне кажется, я всё сказал. Чего нахуй? А ты уже рассказывал, как ебал фанатку, когда общался со мной. А, ну ладно, тогда, если хочешь подробности, я расскажу подробности. Одна из причин, почему она перестала со мной общаться, это потому, что я якобы ответил подписчице, с которой я, типа, ебался год назад. Год назад, чтобы вы понимали, когда я ещё с ней не общался с Гайкой. Это было год, блядь, назад. И, в принципе, я об этом даже рассказывал на этой, вписка. Ой, блядь, вписка, нахуй. Как эта хуйня-то называется-то, блядь? Пушка, вроде. Да, пушка, в интервью. Я это скрывал? Вроде нет, блядь. В подробностях я всё рассказывал в интервью. На огромную, блядь, аудиторию, где уже сколько там? Полтора миллиона просмотра, блядь. Об этом, вроде, все знали. В чём, нахуй, проблема? Потом, когда я болел короной, вы помните этот момент, она, эта подписчица, в итоге, мне написала. Спросила у меня по поводу того, как я болею. Я ей ответил. И это та самая подписчица, которая спустя три дня сделала вброс у себя в Твиттере. Не все это знают, не все в курсе. Но, помните, была ситуация, когда подписчица якобы вкинула хуйню, что якобы она там со мной общается, там встречается, всё вот это вот. И свела старые фотки, старую переписку со мной. С тех времён как раз-таки. Тогда ещё, когда это было. Вот, и чё там ещё было? И одно сообщение новое, когда я ответил по поводу того, что я болею. В итоге, это слили. Естественно, Даша это увидела. Вот, написала мне, типа, чё это за хуйня? Я ей объяснил, что это за хуйня. Скинул ей всё вот эти вот, переписку с ней. Вот, с этой подписчицей. И всё, как бы. Объяснил ситуацию. На что Даша ответила мне. Хорошо, я поняла, я тебе доверяю. Кто-то скажет, а нахуя ты вообще этой подписчице отвечал? Ну, может быть, мне и правда не стало отвечать, но здесь есть одно но. Мне на неё похуй. То есть, у меня не было никаких чувств к этому человеку, я имею в виду, к этой подписчице. Да, я вообще, мне, ну, просто безразличен человек. Типа, то, что было год назад, блядь, это было год назад, нахуй. Типа, я тогда с Дашей даже не общался, какое-то имеет отношение к тому, что сейчас происходит. Если бы я хотел с кем-то поебаться, извините меня, я бы это тысячу раз сделал за полгода, тысячу раз. Тысячу, блядь, понимаете? Но я этого не делал, я этого не делал, блядь, нахуя оно мне нужно? Типа, я столько делал для человека, в данном случае для Даши, ради чего? Ради того, чтобы поебаться с подписчицей? Я чё, ебанутый? Скажите мне, пожалуйста. Нахуя? Это, ну, это и есть та основная причина, по которой она загналась. Я могу понять человека, можно загнаться, ну, блядь, ты человеку всё объясняешь. Объясняешь, что, типа, вот так-то, так-то, ну, блядь, ну, ну что за хуйня вообще? Потом ещё там причина, её шиперы якобы заебали, что, типа, нас шиперят, и, типа, это её начало как-то беспокоить. Ну, пиздец, охуеть. А я здесь при чём? Я здесь при чём? Почему-то тогда, я не знаю, ну, если её бесить шиперы, при этом она там с шадоукеком стримила, и вот эта вот шиперская хуйня с их стороны тоже была. Когда и Макс вбрасывал, если ещё я к нему, ну, никаких претензий. Тем не менее, она это воспринимала положительно, да? А там с Жужо сейчас тоже в последнее время тоже там, и всё ок. Типа, шиперить с Максом ок, а, блядь, вот с тобой чё-то, пусть это будет причина для того, чтобы опять перестать вот всё вот это вот. Я, я не знаю, типа, ребят, ну, это странно, вам не кажется? И вот даже вот эта ситуация с подписчицей. Ну, 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 чё за пиздец? Говорит, не надо рассказывать подробности. Вбрасывать. Взяла сейчас в чате, вбросила зачем-то, всё это рассказала. Блядь. Чё за пиздец? Не, я понимаю, она эту ситуацию видит по-своему. Как она говорит, у неё есть такая позиция, она считает это неправильным, да? Вот, отвечать человеку, с которым у меня чё-то год назад один раз было, и при этом я, ну, ничего к этому человеку не чувствую вообще. Ну, блядь! Почему вот человек не учитывает то, что было сделано мной для неё? За, там, последнее время, там, окей, возьмём, там, ну, примерно полгода, я не знаю. Да, почему, блядь, почему вот эта вот хуйня может просто пересекнуть всё, что было? Как такая мелочь может просто вот взять и всё вот так? Вот этого я не понимаю. И ладно, если бы сразу можно было сказать, что и как. Ну, нет, это, блядь, вот это, я даже не знаю, моральное изнасилование меня, блядь, в течение, ебать, месяца, нахуй. Это, ну, просто пиздец какой-то. Пиздец Дом-2, согласен. Она же и сама говорит, что не понимала, что у вас все серьёзно, и при этом она ревнует, что ты якобы ей изменил? Наверное, эта ситуация для тебя будет уроком. Вот, кстати, да, если ты говоришь, что, типа, мы не встречались, почему тебе так было интересно, кому я ответил? Почему ты решила, что, ну, нам не стоит вообще не это самое, потому что я ответил? Почему ты интересовалась всем этим? Почему ты говорил, что ты мне доверяешь? Я вот это тоже не понимаю, где логика? Ты ебанутый, блядь. Охуеть, тыс. Я уахуи, блядь. Почему она вкидывает то, что люди с фрик-сквада не поддерживают? Да натер, ты дурак. С фрик-сквада никто не поддерживает. Типа все родные отвернулись якобы от меня, а чужие поддерживают. Кто от неё отворачивался, ты мне объясни. Не, ну, в любом случае, если человек делает такие поступки по отношению к людям, делает им больно. Ну, возможно, те, кто общается со мной близко, мои друзья, ну, да, возможно, перестанут с ней тоже общаться, потому что просто, ну, им это тоже станет неприятно. И, соответственно, ну, я хз. В таком случае, чё ещё? Чё сказать-то, блядь? Да какой ребёнок? Вы ещё ебанутые, что ли? Вот вы сейчас пытаетесь оправдать человека просто потому, что ребёнок, блядь. Человеку 18 лет уже. Ну, 18 лет, извините меня. Ну, блядь, ребёнком можно быть и в 30 лет в таком случае. И что теперь, блядь? Ну, просто, понимаете, у неё же это не первый раз. С Жужо, ну, примерно что-то такое же было, блядь. Человек тоже страдал до хуя времени. Теперь я, блядь, в этой ситуации нахожусь. Но если это происходит, не впервые, блядь. Ну, может быть, чё-то всё-таки с человеком не так. Но человек сидит на стримах, пытается всё время себя как-то выгораживать. Вот, да я такая, я вообще, блядь, не знаю, ангелочек. И, конечно, на первый взгляд, так возможно многим и кажется, особенно пацанам, которые сидят у неё на стриме. Они смотрят на неё, она такая милая такая. И, знаете, я, ну, я тоже вот к этому человеку относился, блядь, вообще вот просто вы не знаете, как, насколько я, как я к этому человеку относился. И что у меня, вот, какие чувства к ней были. И я тогда думал, это, знаете, такое, скажем так, как же это, забыл вот слово, блядь. А, вот, я видел в ней, вот, знаете, ну, абсолютно неиспорченную девочку, которую вообще ещё пока жизнь не успела попортить, скажем так, чем-то там, деньгами, ещё какой-то хуйнёй. И почему меня задела эта ситуация, почему мне было настолько хуёво? Это, наверное, потому, что я не ожидал от человека вот такой вот, скажем так, нелогичной хуйни, что вот так вот на такой вот ноте может всё закончиться по такой ебаной причине. Ну, ебаная причина, вот, абсолютно, когда человек себя просто накрутил, и вместо того, чтобы поговорить со мной, поговорить со мной, блядь, она решила, что, ну, она сама попробует с этим справиться, блядь. В итоге загналась, и вот результат. А я пытался с ней поговорить, только в итоге я, ну, ай, всё, блядь, я, всё, короче. Ну, теперь мне уже нечего сказать. Чё ещё? Получается, все всё знают, все подробности. Блядь, охуенно. Наверное, у меня будет, не, не наверное, а точно у меня просьба к моей аудитории. Просто, блядь, не нужно, нахуй, трогать человека. Вот, не надо её сейчас, блядь, что-то ей там предъявлять. Как-то её там, я не знаю, обижать. Ну, не нужно, пожалуйста, не надо. Вот я вот чего сейчас не хочу, это именно вот этого. Если вы меня уважаете, да, вот вы, как моя аудитория, уважаете меня, не надо её, блядь, как-то давить на неё, не нужно, просто не надо. Это моя просьба, чисто от меня моя просьба, я не хочу, чтобы вы её трогали. Блядь, я бы, нахуй, ничего сейчас не рассказывал подобного, если бы она тщательно, нахуй, ты это написал. Ты, сарка, щек, головой, блядь, не думаешь ли? Говорил, 89 не бывает запланированных конфликтов. Не хотела подробностей, блядь, взяла в чате, написала. Ёб твою мать, ебался с подписчицей, когда, блядь, мы с ней общались. Я ваху, если честно. Со мной, я, ну, с Гвином ебался, но это ж не подписчица. Причину скажи, дура. Какую причину, долбоёб, я сейчас всё объяснил уже. Это есть причины. А, люди, видимо, даже не понимают, что это причина. А это есть причина, если что, типа, по которым вот сейчас это происходит. Да, это причина, если что, да. Это причина, да. И я, причём, поначалу, когда мы с ней это всё обсуждали, я думал, ну, блядь, может, я реально хуйню сделал. Я потом начинаю всем рассказывать, а люди такие, чё? Серьёзно? Вот из-за этого? Чё, блядь? Вообще, блядь, это шутка, нахуй, пранк? Я лишь дополнил твои подробности и ничего, блядь, не говорил первое. А я чё такого сказал? Какие подробности? Я тоже, у меня никаких подробностей не было. То есть, ну, серьёзно, все, все, блядь, охуевали просто, когда я кому-то рассказывал в подробностях. Просто Даша думала, что я, видимо, не рассказываю людям полностью. Она, видимо, думала, что я там про подписчицу никому ничего не говорю. А я говорил. И люди такие, ебать. Так, меня Гвин в ДС зовёт или чё? Ща, подождите. А, нет. Жужо меня зовёт в ДС? Жужо. Ну, Жужо, пойдём, блядь, чё? Алло, друг, брат. Алло. Привет. Здорово. Здорово. Товарищ по несчастью, блядь. Ну, шо, как настроение, как дела? Как здоровье? Ничего, хуй, ёбнутый вы, блядь. Да вообще, пизда, чел. Просто, блядь, фильм можно снять об этом. Я чё, ну, я, я, я считаю. Ситуация нихуя не стоила, блядь, просто и всё. Да вообще, пиздец. Я, 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 я про это и говорю. Можешь это, будешь в главный ролик 100. Не, просто, я-то уже упустил свой поезд, вы-то уже можете наконец-то поебаться? Ну, бля, у меня поезд, пока что ещё едет, как видишь. Ну, видишь, вот именно пока что начнёт. Паскажи там, на какой остановке выходить-то, блядь. Я не знаю. Я долго, я долго ехал, блядь. Я месяц потом, блядь, ехал и не помню. Так я тоже месяц уже еду, хули. Ну, вот. Я уже заебался. Когда уже приеду будет? Не знаю, нормально, просто отпусти, постарайся забыть человека и всё, не писать ему о странице и всё. Если действительно это надо, если не надо, то, понимаешь, у тебя-то как-то, у тебя хоть было что-то, у тебя был шанс, у меня шанса не было, поэтому мне как-то, уверен, Блядь, ты нахуйся мармавир и сидел, какие шансы-то. Ну, вот именно, ну, тебя же не настолько длинных хуй, чтобы из армавира вот до Москвы, как бы, ну, понимаешь? Ты просто уверен, что... А у меня настолько короткий, что даже в Москве... Ну да. Не, ну просто вообще, ты же сам понимаешь, что ситуация хуйня. Конечно. И не знаю, может... Ты мне это говоришь, блядь, серьёзно? Не, я всё, я просто говорю, ситуация хуйня. А чё? И, в общем-то, что, типа, ну, не знаю, но здесь к ней надо вопрос задавать, уверена, что она так хочет закончить ваше общение, либо что-то ещё, и уверен ли ты в этом? Да не знаю, просто странная хуйня. У меня-то с Нашей закончить отношения и вся хуйня, это были поводы, типа, я её хуй сосил очень много, и она, типа, там, ну, она ничего не делала, просто я хуй сосил очень много, ну, странная ситуация была, а вы, типа, уверены в это? Ну, не знаю, понятно, я, может, зря это говорю снова, пытаюсь что-то внести тебе какие-то слова надежды, но всё-таки, не знаю. Ну, я думаю, с этим уже вне стрима разберёмся как-нибудь. Ну да, ну просто... Зато у меня мы теперь лучшие друзья, видишь, по несчастью. Не, мы с тобой не будем, мы с тобой не друзья, не будем друзьями. То есть ты меня тоже бросаешь? Нет, я с тобой не целовался, чтобы не тебя бросать. Ну, можем поспать за тобой вместе. Не начинай, не надо. Ты видал-ка у меня кровать там? Правильно делаешь, не надо, молчи, лучше. Правильно, ну как хочешь. Много упускаешь? Просто, просто говорю, что... Короче. Короче, я тебя понял, видишь? Я тебя понял. Я понял твою мысль. Я понял твою мысль. Да. Просто успокойтесь. Радуйся, что у тебя вообще... Понимаешь, я страдалец. Я вот выпал из этих чувств, у меня пропали эти чувства, и теперь я не могу их разжечь вообще кому-либо. Я теперь волк-одиночка. Вот такая же хуйня. Я вообще, я же понимаю, что меня же тоже, я доверие к людям потерял. Я теперь волк-одиночка на всю жизнь. Так вот у меня такая же хуйня, брат. Брат. И вообще, типа, видишь? Не знаю, может тебе еще стоит зацепиться за это? Но просто говорю, типа... Просто смотрел со стороны. Смешно, смешно, вся хуйня, типа конфликты, интересно, вау, хайп, хайп, хайп. Ну, по итогу-то, по итогу-то че? За этим хайпом скрывается реальная же хуйня, типа. Или это не наиграно, по его-то? Ну ты, конечно, блядь. Мы, ребята, актеры, которые играют реальную ситуацию. Просто объясняю людям, что на самом деле все так и есть. Просто... Ну что получается? Получается, что, блядь, я-то делаю интеграцию, заканчиваю стрим. Ладно, шучу нет. Да не, не. Можешь долго стримить? Ну я не знаю. Но надо еще немного постримить. Можно погулять, сходить. Можно погода хорошая. Ну да. Просто думайте головой, и это совет, как сказать... Это урок для тех людей, которые в чате есть, типа... Что думайте головой, и всегда... Вот главный совет, опять к чему все пришло. Умейте говорить о ваших претензиях, требованиях, проблемах, насущном. Умейте разговаривать. Это главное, что есть. Ты уже рассказал про ситуацию с Дашей, типа. Ну да, ну да, разговаривай. Да, я ей говорил то, что, типа, ее ошибка в том, что ей была неприятна вот эта ситуация с подписчицей. Ей нужно было про это говорить. Типа, не оставлять все на это. Я бы все объяснил. Как оно, да, ну типа, ты-то понимаешь. И у Даши просто часто такая хуйня была. Это не в упрек ей, просто... Она может такой человек, который все хочет обмозговать себя в голове. Типа, ситуации в складе некоторые были, когда она оставляла... Ну у нее были какие-то претензии. Она не могла выявить их, сказать, типа, вот, мне не нравится это, что, типа, там меня поставили в это время. Вот с тобой ситуация со мной, например, что-то мне нравилось, когда я приезжал в Москву. И она хотела, чтобы я провел с ней время. Она говорила, что спустя дня 4 или 5, как я находился в Москве. Ну просто умейте разговаривать и учитесь. Это правда сложно. Некоторым это дается очень долго. Все правильно. А так, постарайся забыть эту боль. Просто у тебя есть люди вокруг тебя, которые тебе могут оказать эту поддержку. У меня... Например, Татьяна. Вот я бы хотел сказать спасибо Татьяне, потому что, вот, если бы не Татьяна, блядь, я не знаю, что бы со мной было. Вот Татьяна, она... Как бы на нее сейчас не пиздели, но на самом деле, благодаря Татьяне, собственно говоря, я тут и сижу. Понимаете? Она и ЖЖО помогла, и мне помогла. Да, с Татьяной мне тоже самое было, только... У меня тогда только Таня оказалась, типа, то, что я общался только с Таней, там, насчет чего-то. Наблюдал, как вы там ебетесь, нахуй чуть не в десна, блядь, мне было хуёво. Вся хуйня. Записал трек первый раз. Нас было трое, жалко, что они вдвоем. А я, Хесус, Даша. Я, кстати, тоже трек записал, но не хочу его выкладывать. По итогу... По итогу... Это гофл? А, это гофл? А, ну тогда гофл. Просто, блядь... Да, встречались по рофлу, блядь, конечно. Да, ну, типа, видишь, она думает, что... Она говорит, что вы не встречались, ты думаешь, что... Ситуация подписчица, я ее почему-то тогда так сильно смутила, непонятно. Мы же не встречались. Какая разница? Ну, все же, видишь, здесь, видишь, опять упирается в то... Я без ночи была, если это не встречается... Да, но здесь, здесь опять же упирается в то, что нужно разговаривать, и все. Нужно разговорить. А я хотел... Не, не, окей. Она не задала вопрос, как мы встречаемся. Ну, я хотел поговорить, не, ну, я хотел поговорить, я не успел. Я не успел, ребят, просто не успел. Все это планировалось, скажем так, в один определенный день, но тогда это уже все... Не, я тогда короной просто заболел, и в 15 дней, блядь, сидел дома, нахуй. Ну, видишь, как, типа... А, и как раз, когда я болел, эта вся хуйня и началась. Вот, именно вот во время этой ебучей болезни. Ебучей короны, блядской. Да. Просто я к чему пришел, просто я к чему пришел, то, что... Ты чё, блядь? Я пришел к тому, что просто... Ну, я просто тебя успокоил, что, типа, я не знаю. Ну, у меня просто даже Таня говорила, что у меня ситуация хуже была. Типа, сильнее я загонялся, не знаю, как ты. Тебе кажется, типа, пиздец, вселенское горе на тебе. Все звезды сошлись, блядь, и все хуёво. Но, видишь, ситуация со мной такая же была. Я такой же человек, который испытывал это. Ну, смотри, ты плакал? Ты плакал? Да. Я тоже плакал. Я на стриме плакал, блядь. Я стрим запустил, я стрим запустил, сижу такой, блядь, обосренный. Ещё эта хуйня разошлась, где я в чёрном хуне сижу, блядь. Сижу, и там мне просто ебало такое убитое. Все люди зашли, думаю, что за хуйня случилось? И, видишь, это... Со мной такая же хуйня произошла. И, типа, я просто себе человек, который, говорю, сталкивался с этим же, говорю, что... Всё нормально. И просто ко мне в нужный момент пришёл... Была вначале Таня, потом меня вытаскивал Костя. Типа, плохой парень, шат-аут, плохой парень, йоу. Он тут, кстати, здорово, Костя. Ты крутой рапер. Е-е, вообще крутой чувак. Я говорю, меня очень сильно помог Костя. То, что я к нему приезжал вечером, типа, ночью сидел у него. Вся хуйня. Общение. Общение спасает, вытаскивает. Типа, просто постарайся... Да, я поэтому в последнее время везде куда-то выхожу. Как раз трек, сейчас именно, знаешь, когда именно те эмоции яркие, когда именно расставание, вся хуйня. Хуярь треки, хуярь треки. Это яркие эмоции, которые люди читают издалека. Мама, я влюбился в неё. Кто не знает её номер. А, фанаты какие-то. Ты, бать, представь, если бы хуйня была на какое-то клап-шоу вызвали, блядь, и там ты, я хуярим, блядь, и Даша в зале смотрит, блядь, 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 блядь. Это цена для фильма просто ебать. Это просто пиздом. Не надо кринжа. Да, какой кринж, блядь. Вы понимаете, вы должны ценить это то, что... Ну, не ценить, понятно, блядь. Это просто вышло все не специально, но... Как бы это редкая хуйня, когда на стриме прям человек перед вами душу уворачивает. Это именно тот самый стрим, когда человек выворачивает вам душу и рассказывает все, что происходило с ним, блядь. У меня шаг в руки, блядь, дрожат. Происходило с ним в эти несколько месяцев. Типа... Вы должны понять, что это, конечно, серьезное событие и... Серьезное... Да, серьезное. Люди должны. Да, человек... Вот сейчас Хесус показывает это все на стриме, когда он находится в этом состоянии. Я это рассказал, когда уже мне похуй стало. Ну, типа, уже все равно. Я там рассказал Даше о своих чувствах, и она послала меня нахуй. Поэтому так все, ребята. Поэтому вот так все, ребята. Если я сейчас... Я надеюсь, я достаточно гладко и вообще скользко пиздел, чтобы какая-то девочка вообще подумал, бля, какой-то Жожик умный, и он такой романтичный, а можно с ним с сексом заняться? Я думаю, после этого, после этого все. Дай мне похуй. Отбоя, блядь. Я говорю, я женщины чувства не испытываю, я вообще, блядь, мне похуй. Так вот, видишь, все говорили, я гей, но теперь, походу, реально, блядь, все это правда будет. Реально, она, видите, я, я вот так вот, женщина, как тут, где мне чувствуешь? Я к женщине чувствую, что не испытываю. Что вы, блядь, с мужчинами делаете? В общем, к женщинам чувства не испытываешь. Да нет, у тебя попроще в том, что у меня другая ситуация, у меня тоже другая ситуация. А, я-то в курсе, как бы я, я в курсе. Не, ну вот именно ты-то в курсе, но у меня просто психологически, морально другое состояние было. Я подумал, все, любовь. А, не любовь? А, ну ладно, я тогда больше не любить не буду, тогда никого, если так уж на мои чувства реагируют. И поэтому у меня все взаимосвязано. Ну ты пиздюк еще, ебаный, пиздюк. Пиздюк, ебаный, блядь, Хес, честно, я, блядь, я тебя, нахуй, умнее, блядь, в шесть тысяч раз по жизненному опыту, блядь. Ты узнал про Роксбери, блядь, и две недели назад. Холь ты мне пиздишь, блядь. Хуйня твой Роксбери, ебаный, блядь. Я в шесть тысяч раз умнее тебя по ситуациям жизненным, как бы. Не, ну если говорить про такие моменты из жизни, да, кто я, я череп, я череп. Ты компьютерный гэк. Я глек, глек? Нет, я череп. Я, во-первых, кинь. Блядь, короче, ты глек компьютерный, и я это все сказал. Может, реально, ты в рацию и все, по АББ. А, ну, что? Когда-то с этим все. Да давай пиздуй тогда, блядь, встретимся, все. Все сказал, молодец, я благодарен. Да я честно, я не, просто писали мне в ДС, в ДС, я писал, у меня в ДС зовут вопросительный знак, мне зайти в вопросительный знак, а потом удача все писать реально в ДС, а я в ДС сидел, и как бы ты сам зашел, думаю, ладно. Ну, все правильно сделал, как бы, ну. Думал, что-то нужно. Ну, все, короче, ребят, в общем, в жизни так бывает, что любовь не бывает. Короче, мне надо, я так понимаю, вовремя съебаться, чтобы, блядь, ты не это, все, давай, бэ-бэ, блядь. Так вот, ну, все, все, блядь, правильно сказал, все, как бы, знаете, научитесь ценить все хорошее, что для вас делает человек, а не так, что, типа, из-за какой-то одной мелкой, ебаной, какой-то конченой ситуации ты просто даже, можешь сказать, в эту же секунду забываешь все, что было хорошее сделано, вот. И как бы вообще это не учитываешь. И он, на самом деле, это бесит, потому что я много раз такое видел. Ты там людям помогаешь, делаешь все вообще просто, блядь. И вот, из-за какой-то хуйни, да, которая ему не понравилась, все, это все забывается тут же. И ты такой, блядь, а нахуя тогда все нужно было делать и все вот это вот, когда в этом просто нет смысла. В этом, блядь, просто нет смысла. И все. И потом тебя еще выставляют каким-то говном. Каким-то ебаным, блядь, говном. Ну, это пиздец, я считаю. Фу. Да, блядь, мне даже легче стало. Я давно обдумал в голове, может, блядь, рассказать уже, блядь, может, мне от этого легче станет. Но думаю, нет, нахуй надо, ну, типа, не стоит. Вот. И все вот это вот, как бы, зачем там это нужно. И как бы я, поэтому я все, я молчал. Я вообще, я молчал, блядь. Видит бог, я молчал. Ой, блядь, тут донатов при... Ёб твою мать. Добро пожаловать в клуб. Был с девушкой 8 лет, и вот как уже полтора года не могу ее забыть. Хоть и проблем с девушками нет. Ну, 8 лет это пиздец, конечно. Главное, держись и сделай для себя выводы. Чатик поддержите сердечками меньше, чем 3. Быдло ты ебаная, блядь. Теперь ты признаешь, что Хелли прав. Что ношение с тупыми недоразвитыми малолетками до добра недолго. Не надо ее так называть, вы че, ебанулись, что ли? А, не, Хелли, я другому говорил, что, типа, какие могут быть общие интересы с человеком, который младше тебя там на много лет. Вот. Уважаемый Алексей Губанов, что ж вы сразу не рассказали мне об этом? Приходите к моему. На самом деле могут быть общие интересы. Все вот это вот. Я вам уже говорил, глупым человек может и в 30 лет быть. Мне кажется, Даша сильно запуталась в себе же, и от этого пришлось пострадать тебе. Я была в такой ситуации и еле выбралась. Мне очень жаль моего партнера, который также отхватил морально из-за меня. Ну, знаешь, это круто, когда ты можешь признать это, вот. А не когда ты упорно продолжаешь спорить, блядь, что-то доказывать зачем-то. Вот. Вот и все. Я же говорю, месяц попыток бесполезных по итогу. Быдло. Там я тебя заранее считала вруном, поэтому и едет на этой теме до сих пор. Мол, ты врун и теперь должен ползать. А ну, пополз. Ща, Элька. Да, я поползал. Это я, что ли, змея тогда получается? Ебаный рот, бля. Ну и что я могу сказать? Хуёво. Бля, я не хочу, чтобы вы ее как-то обижали. Пожалуйста, не надо. Я это рассказывал не с целью, чтобы как-то ее, блядь, это самое, там, уничтожить. Абсолютно нет. Просто, ну, раз это все, нахуй, вскрылось, ну, я просто решил, что... Ну, она сама, во-первых, это начала в чате, да, написала, как бы, я просто решил, что, ну, что бы не рассказать. Поэтому я предлагаю, наверное, все на этом тему-то, как бы, закрыть. Так дело же не в возрасте, а в отсутствии жизненного опыта. Ты прав. Она не испорчена и не знает, как правильно себя вести. Она просто ребенок и, возможно, не со зла так поступила. Блядь, я еще раз говорю. Ты ебаная, блядь. Окей, может быть, нету... Ну, блядь, человеку объясняешь. Из-за того, что все вылилось на стриме, а не лично. А человеку объясняешь, ведь, блядь, я же говорю, я вот так вот такие пасты и выкатывал там, блядь. Пытался донести. Ну, если, блядь, ну как, можно не понимать то, что я пытался донести до человека. То есть, окей, нет опыта, ну так ты, блядь, хотя бы слушай, что тебе тогда говорят. Правильно? Да? Быдло, ты ебаная, блядь. Еще проблема пару с послушаем. Конец аниме саги. Хесус ебцис жожо. Я вот этого не понимаю. Но человек уверенно говорит, типа, блядь, ну это моя позиция. И похуй, что эта позиция в данной ситуации, ну, как бы, она не к месту просто. Типа, что, блядь. Быдло, ты ебаная, блядь. Такие вы два тупицы. И тебя можно понять и е. Жали вы друг друга не помните. А я ее понимаю. Люди разговариваете. Как я ее разговаривал, вот я еще разговариваю. Если тебя все-то не устраивало, нужно было говорить с ним. Кес, не всем очевидно то, что очевидно тебе. Вы ждали совместный стрим из жожо. Ну так держите. Никто не ожидал, что на совместном стриме с жожо будет 15 тысяч зрителей. Вот это мега коллаба нахуй произошла. Я думал, в Майнкрафт играть будем. В итоге играем, блядь. Во что мы сейчас поиграли вообще? Что это было вообще? Это какой-то Sims 5? Получается, Sims Real Life. Ага. Может, у вас не было никакого отношения, а вы в жожо там уже планы построили. Ну да. Впервые слышу от тебя такие откровенности. Спасибо, что доверяешь нам и решил поделиться. Люблю тебя как отца. Ахуй тут как иначе-то. Реально. Пришлось это сделать. Чё, стинт? В охуели конфликт делать без меня. Хе. Так получилось, извини. Так получилось. Ай, шо, блядь. Вопрос один есть. Если парень иногда переписывается с бывшей, с ДР поздравляю. У многих бывает. Ну если она прям бывшая, то есть если у неё были, у него точнее были чувства к человеку, то я хозею. А ты найдёшь себе прекрасную девушку или парня Капа Прайд, а может и Чарльза хватит. Ну вот Вовочка на донате не против. Кто, блядь, Вовочка? Какой Вовочка на донате? Я чё-то пропустил. Норм в чате пишет. То есть для вас нормально, когда парень переписывается с бывшей. Ну, имеется в виду иногда поздравляю с праздниками. Ну если для вас даже норм, когда с бывшим парень переписывает с бывшей. То уж про эту ситуацию чё, блядь, вообще можно говорить. Нет? Ну ладно. Не, я считаю, это не норм. Я то считаю, что с бывшими, блядь, переписываться это вообще какая-то грязь. Реально. Ну типа, неважно, кто ты, парень или девушка. Но я считаю, что это не круто. Но если у вас реально были отношения, имеется в виду, настоящее чувство друг к другу с тем человеком, и вы долгое время встречались, общались, тогда да. Вот и всё. Смотря как расстались. Ну это, короче, блядь, вот так вот сходу не скажешь. Опять же, зависит от всяких разных ситуаций. Люди бывают раз... Разные, блядь. А что Вова говорит по этому поводу? Он меня поддержал. Как бы я, я чё, чё сейчас, блядь, его слова буду тут пересказывать? Но если ему надо, он потом чё-нибудь скажет. Я думаю, ему это нахуй не надо, ещё ему это рассказывать. Фу, блядь. Ебать, я сейчас себе почувствовал каким-то, блядь, реально актёром из фильма. Было, ты ебаная, блядь. Привет, прошлый донат не озвучен. Ты трахов, да и ку. Ева, хуй, блядь. Так, правда, Хелс позовет наш в ДС, поговорите, выключи м... Да не, ну какой, блядь, дискорд, ебаный рот? Какой, блядь, дискорд? В реальной жизни переговорить? Ок. По интернету меня заебало это всё обсуждать. Я не хочу, нет. Не, шо, блядь, я понимаю, я чё нахуй? Я кто, блядь? Я с ней по интернету месяц общался. Было, ты ебаная. По интернету это нихуя не решается, я вам так скажу. Вот это гайка, рабовуха. Это даже вот, например, вот когда какой-то конфликт происходит с блогерами, там вот эта вот вся хуйня. Вот вроде как, ты сидишь там, обсираешь какого-то блогера, а в жизни пересекаетесь. И обычно это всегда, вот возьмите вот этих блогеров, которые срутся на ютюбе, всегда конфликт у них заканчивается, когда они встречаются в жизни. Всё, стоит им встретиться, пересечься, всё, конфликта нет. Они сразу друзья, блядь, видос начинают записывать совместно, блядь. Всё, всё нормально, всё круто, мы, блядь, теперь коллаборируем, у нас всё заебись. Вот, а по интернету это дичь, ебаная дичь. Блядь, я даже не знаю, нахуй, как мне дальше стрим вести. Ну что, блядь, реально мне эти видео, что ли, смотреть? Ну это, я не знаю, вот после такого разговора, как-то, блядь, даже я не понимаю, как мне сейчас вообще стримиться. Я просто, блядь, не понимаю, как мне нахуй стримить. Если она подумает и простит, ты сможешь попробовать с ней сначала. Спасибо за 120 рублей. А я же могу игнорировать донаты, это же, ну, скажем так, я могу это делать, правильно? Имею на это полное право, игнорировать донаты, правильно? Всё, чё, был донат, где донат, не вижу. Нет, вроде доната нигде. Фесс, без обид, но она тебя не любит. Ну, может, она считает, ты хороший парень. А чувств, очевидно, нет, точка человек, я не сказал вплоть для расставания. Нравится ей качки, это я тебе как девушка говорю. Мне, кстати, много, мне все говорят, что, возможно, она специально нашла повод, типа, вот. Ну, то есть, блядь, реально настолько тупая причина, что люди не верят и думают, что это, ну, она просто, типа, решила, как бы, блядь, а не проще было, ну, если это так, как вы считаете, как некоторые люди считают, а не проще было просто сказать, как есть, на самом деле, ну. А не придумывать что-то. Это же нам было бы куда проще, наверное, нет? Ну, поговорить, вот. Ладно, всё, я предлагаю закончить. Всё всем понятно, да, всё, все поняли, всё обсудили. Я предлагаю кончить уже с этим, нахуй. Хезгов Майн со ставками. Выпустишь пар. Равно. Да, пар я уже выпустил, вот, после этого. То, что было, это, считай, я и выпустил пар, который во мне сидел, нахуй, месяц. Быдло! Столько пара накопилось, что я ебу, можно было целый ворот электроэнергии, блядь, снабдить. Когда у меня был треш в жизни с людьми, я открыл для себя твои стримы. Меня это и спасло. Спасибо тебе ещё раз. А для меня, на самом деле, как я уже сказал, да, меня спасали люди, которые меня окружают. Татьяна, вот, за что ей спасибо, блядь. Я говорю, если бы не Татьяна, я бы, нахуй, вообще, я бы не стримил, наверное, я бы тупо, я не знаю, просто, как черепаха, бы, знаете, залез бы в панцирь, блядь, и не вылезал оттуда. Я, конечно, все понимаю, но что у тебя за чум на кофте? Я сам не знаю, пиздец какой-то, блядь. Это зубная паста, скорее всего. Чум. Да не надо её засирать. Не-не, моя аудитория засирать не будет. У меня адекватная аудитория, никто её трогать не будет. Я, по крайней мере, на это очень надеюсь, я очень на вас надеюсь, что вы не будете обижать. Почему не обижаются подписки? Вот, как бы, ну, глупая ситуация, ну, да, ну, человек, ну, блядь, ну, что ж. Ну, не надо, пожалуйста, её трогать. Просто, блядь, не надо, нахуй. Потому что этим вы только мне хуже сделаете. Вы мне хуже этим сделаете. Вы мне будете делать больно, в первую очередь, если будете её трогать. Будет ли вам приятно её смотреть, как бы, после всех этих историй? Это я уже не знаю, но не надо её, там, оскорблять, блядь, и всё вот это вот. Быдла, ты ебаная, блядь. Хесс, а тебе нормдефать Синди, которая вылила всю вашу инфу на публику. Она не дала вам шансов... Возможно, это и хорошо, что она это сделала, на самом деле. Может быть, может быть, это и правда стоило сделать, потому что, ну, понимаете, аудитория, которая постоянно надумывает, накручивает, блядь, и начинает вбрасывать, ну, не только аудитория, конечно, но в целом, да, подписчики, которые начинают строить какие-то догадки, что там топ-5-10, а теперь, когда вы всё узнали, ну, я вижу, по реакции аудитории, что вы успокоились, и от этого даже лучше стало многим из вас. Держись там меньше, чем 3. А вот, вот и всё, как бы, ну. Поэтому как-то так. А змея-то-то кто, нахуй? Ну, тут вам уже решать, кто змея. Кто в итоге? Я, змея. Я змея! Я, вот, и поэтому, как бы, Татьяну тоже не трогайте, ну, чё, блядь, на неё быкуете. Она хорош человек, она помогала и всегда помогает. И поддерживает. И если бы не Татьяна, вообще бы был пиздец. Я считаю. Да-ка, чё она гайку не поддержала? Быдло, ты ебаная, блядь. Лебану ты, блядь, долбоёб, или чё нахуй? Сегодня день любви. Отправь это сообщение пяти бывшим. Покажи своему партнеру и посмотри под подушку. Не, ну, как бы, я, конечно, понимаю, вам показалось, что тут все на Дашу начали, там, это как-то, это... Но, в любом случае, вы теперь знаете ситуацию, а теперь скажите, в чём поддерживать человека, вот, в данном случае. Как бы, ну... Хэзэ, ну, я тоже, как бы, ну... Хэзэ. Быдло, ты ебаная. Вот человек уже мог сам написать Татьяне, например, поговорить. Учитывая, что в этой ситуации, ты, ну, как бы, ну... Сами знаете, какая ситуация. Можно же было написать Татьяне, опять же, встретиться, поговорить. Ну, она говорила, что её сложно было написать. Фу, блядь, нихуя себе, блядь. Тогда при чём тут Татьяна, нахуй? На самом деле, аудитория успокоилась ещё после того, как Даша сказала, что никто в складе с ней не ссорится. Тем более, они вроде уже поговорили ещё на ютубе, перестал делать тупые видео про то, что нет больше Хисайки. Не, на самом деле, вот по поводу шиперов, я солидарен. Меня тоже шипер бесит. Я бы реально хотел, чтобы ходи не было вот этой шиперской. За что ты нарисмин? Как бы я солидарен с Дашей, шиперство, это, ну, лишнее, хуй, там. Быдло, ебанное, блядь. Ты видел в ней не человека со своим мнением, а непорочную девочку, точка, я ва хуи. Взгляд педобирай двадцатую точку, надеюсь. Даша найдёт себе достойного партнёра, который будет уважать её, а не закомплексованный чмор. Окей, нихуя не полностью сказал, ну ладно. А, ты двадцать, что ли? А, такие рофлы, наверное. Э, ва хуй, блядь. Быдло, ты ебанное, блядь. Когда мы уже поверили, что отношение стримера со стримером, это пиздец. Спасибо, что поделился. Бля, не, я тебе так скажу. Короче, не у всех, блядь, хуёво, понимаете? И вон, где сухо встречается, всё нормально. Сколько примеров ещё положительных. Юечка и Макривский. Да, блядь, от людей зависит от того, что у них в голове происходит. Причём здесь вообще стример, стримерша, не имеет абсолютно никакого значения, понимаете или нет? Стинт и Нелли тоже. Блядь, они уже сколько лет вместе. Всё заебись. Бустер и Екатерина. И один не понимает, что происходит, и почему у тебя 15, Конана. Схуели. Уже, уже 13. А, ладно, ладно, я считаю, что, блядь, ловоё. Ситуация понятна. И тебя можно понять. Но только один вопрос. Зачем было вкидывать пару раз про неё негативные комментарии, даже если ты был на эмоциях? Ну, я был на эмоциях, всё. Ты, блядь, сам ответил на свой вопрос. Один раз у меня это вырвалось, потому что я штуку объяснял. Ты чё, блядь, не слышал меня или шо, блядь? Ну, ты же не знаешь, как я себя чувствовал. Насколько мне было тяжело, блядь. Ты чё, тупой. Ну, ты не поймёшь, наверное. У тебя, скорее всего, в жизни таких ситуаций не было, ты и не поймёшь. Как бы, чё тебе объяснять тогда? Вот, когда столкнёшься с этим, тогда поймёшь, блядь. Вот. Всё. Антону, кстати, тоже спасибо за поддержку. Вся хуйня. В трудную минуту. Вообще, всем спасибо, кто меня окружает. Все-все люди, там, каравай. Там, с кем я, там, гуляю сейчас. Там, Рокси, там. Все-все, понимаете? Все, абсолютно все, кто окружает меня. Мои близкие люди. Вам всем спасибо, ребят. И вы, естественно, тоже. Вы меня поддерживали. Весь этот месяц. Хоть и не знали ситуацию. Для Хиоса от Модеста? Брат, не переживай. Приезжай к нам в Магнитогорск. Не переживай, ты знаешь. Нормальную девушку тебе найдём. Если хочешь поебаться, ты всегда знаешь, что твоя жопа всегда способна. Это свободно для моего хуя. Для моего, для моей жопы. Для моего. Да, вообще, у меня хуй отвалится, блядь. Столько жоп в одной квартире. О, жопа. Ксюша, про пизду не говорит, потому что она засохла уже. Можешь реально вообще на всю хуй забить до Магнитогорска полететь. Не выделяет влаги, которая нужна. Ну, вчитывая, какой у нас был онлайн на кукинге, целых 17 тысяч. Можно, в принципе, ещё и залутать аудиторию. Как скажешь так, использовать их. Чё за хуйня, ты кто сказал, блядь? Кажется, просто к нам приезжай и всё. Ну, к тебя тут отъебут. В принципе, можно. На левый берег тебя ночью сводим. Чё ж, блядь. Давай, нахуй, в Новокузнецк, может, съездим, блядь. Тебя в заводскую районку привезу, блядь. Посмотрим, чё, кого. Порешаем, скажите. Там пацаны на районе, блядь, по факту всё предъявят. Ага, блядь. Спасибо за поддержку. Спасибо, спасибо. На, спасибо всем, что вы были сегодня со мной. Конечно, стрим выдался таким прям, ну, жарким, жарким, конечно. Жарким. Но я надеюсь, что на этом мы, собственно говоря, эту тему, собственно говоря, и закроем. Вот. И не будем её больше поднимать. А вы сделайте какие-то свои выводы и так далее, и тому подобное, и всё вот это вот. Как бы чё-то добавить. Ой, блядь, даже не знаю. Спасибо за поддержку. За понимание. За понимание в первую очередь. Вот. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому